Примерно 66 миллионов лет назад наша планета пережила одно из самых масштабных вымираний за всю историю многоклеточной жизни. Целые классы живых существ были стерты с лица Земли. Другие же изменились до неузнаваемости, чтобы выжить и приспособиться к новым условиям. Причины этого трагического события до сих пор до конца не выяснены. Однако нет никаких сомнений, что мелполиогеновое вымирание радикально изменило облик нашей планеты. Величественные и ужасные динозавры уступили место не менее впечатляющим существам – млекопитающим. В результате мелполиогенового вымирания прекратили свое существование три четверти всех живых организмов Земли. Погибли почти все животные крупнее 25 килограммов, в том числе практически все нелетающие динозавры. Это трагическое событие знаменовало конец Мезозоя и начало Кайнозоя – геологической эры, которая длится до сих пор. Она делится на три неравных периода, существенно отличавшихся как климатом, так и разнообразием биосферы. Первый и самый длинный из них называется Палеогеном. Он начался около 66 миллионов лет назад и продлился 43 миллиона лет. Первые 10 миллионов лет Палеогена биосфера Земли восстанавливалась от сокрушительного удара, который нанесло ей массовое вымирание. Эта эпоха получила название Палеоцен. Гибель огромного количества динозавров, а также других животных мелового периода освободила множество экологических ниш, которые немедленно заняли новые хозяева нашей планеты – млекопитающие. В это время география Земли заметно отличалась от привычной нам. При взгляде на карту уже можно было узнать очертания современных материков, но расположены они были немного иначе. Южная и Северная Америка были разделены тропическими морями, а индийский субконтинент только начинал свое движение к берегам Азии. Древний океан Тетис еще разделял Африку и Евразию, но стремительно сокращался из-за движения тектонических плит. Климат этой эпохи был ровнее и теплее современного. Существенную часть нашей планеты покрывали густые и пышные тропические леса. Абсолютное большинство животных того времени имело небольшие размеры. Обилие растительной пищи позволяло им быстро размножаться, заселяя все новые и новые территории. Именно тогда появились древнейшие предки большинства современных млекопитающих. Например, теплые леса палеоцены населяли миоциды – мелкие и ловкие хищники, похожие на куниц. Считается, что они дали начало всему неисчислимому разнообразию современных хищных млекопитающих. Также примерно в это время жили археоцеты – древнейшие предки современных китов, на тот момент больше похожие на бегемотов. Они еще не перешли на водный образ жизни, но уже сделали первый шаг к этому. Их конечности, органы дыхания и внутреннее ухо уже начали приспосабливаться к длительным погружениям под воду. Следующей эпохой в истории нашей планеты стал Эоцен. Он начался приблизительно 56 миллионов лет назад и продлился чуть больше 22 миллионов лет. К этому времени очертания материков уже приблизились к современному. Индия наконец-то достигла южных берегов Азии, и столкновение тектонических плит начало сминать пласты горных пород в гигантские складки. Так появились Гималайи – крупнейшая на настоящий момент горная система нашей планеты. Хотя некоторые животные того времени уже напоминали внешним видом современных, другие значительно отличались от них. Таков был, например, Эндрюс Сарх – одной из крупнейших хищных млекопитающих, когда-либо ступавших по поверхности Земли. Длина его черепа достигала 84 сантиметров, примерно в полтора раза больше, чем у бурого медведя. А укус, согласно расчетам, был сильнее, чем у любого современного наземного хищника. Об этом свидетельствуют глубокие ложбины в черепе Эндрюс Сарха, служившие местом крепления мышц челюсти. Реконструкция скелета этого животного показывает, что общая длина тела Эндрюс Сарха могла превышать 4 метра, а масса – целую тонну. Тем удивительнее то, что этот гигантский хищник, по всей видимости, относился к примитивным копытным. Исследования свидетельствуют о том, что ближайшими родственниками Эндрюс Сарха были древние свинообразные, бегемотовые и китообразные. Изучение немногочисленных окаменелостей черепа и зубов показывает, что, скорее всего, он был всеядным хищником, не брезгующим даже падалью. К сожалению, останков этого удивительного существа найдено не так уж много. И ученые до сих пор ведут дискуссии по поводу строения его организма, образа жизни и родственных связей с другими семействами млекопитающих. Последней эпохой палеогена стал олигоцен. Принято считать, что он начался 33,9 миллиона лет назад, а закончился около 23 миллионов лет назад, продлившись таким образом примерно 11 миллионов лет. Это было время глобального похолодания. Теплые тропические леса постепенно сменялись бесконечными степями, заросшими травянистыми злаковыми растениями. Именно тогда Антарктида начала покрываться ледяным щитом, превращаясь из зеленого континента в безжизненную холодную пустыню. Австралия продолжала удаляться от прочих материков, а Африка, наоборот, двигалась на север, сближаясь с Европой. Столкновение тектонических плит вызвало быстрый рост горных цепей. Так на свет появились Альпы. Приблизительно 26-28 миллионов лет назад на территории современного Колорадо произошло извержение супервулкана Ла Горитта, ставшее одним из крупнейших вулканических выбросов на протяжении всего Фанерозоя. Территория площадью более 30 тысяч квадратных километров оказалась покрыта слоем горячего пепла толщиной порядка 100 метров. Всё живое в огромном радиусе вокруг вулкана было полностью уничтожено. Однако жизнь способна преодолеть любые катастрофы. Просторы Земли в то время населяли удивительные животные, некоторые из которых не уступали размерами динозаврам. Таковы были, например, индрикотерии – древние травоядные, родственные носорогам. Крупнейшие из них – парацеротерии – достигали роста 4,8 метров холки. Это больше, чем крупный африканский слон. А благодаря длинной шее эти великаны могли поднимать голову на высоту до 7 метров. Современный носорог мог пройти у своего гигантского предка под брюхом, а человек с трудом дотянулся бы до колена. Масса этих гигантов достигала 20 тонн, делая их крупнейшими наземными млекопитающими всех времён. Даже бронтозавры – самые массивные из сухопутных динозавров – весили всего лишь около 15 тонн. Подробности внешнего вида индрикотериев до сих пор неизвестны. К сожалению, на настоящий момент не найдено ни одного полного скелета этих удивительных животных. Лишь отдельные фрагменты, принадлежащие разным особям. Большинство учёных сходятся на том, что, несмотря на родство с носорогами, индрикотерии не имели массивного рога, зато могли обладать небольшим хоботком, как у современных тапиров. Это приспособление помогало им обрывать мясистые сочные листья с верхушек деревьев. Вероятнее всего, эти травоядные великаны жили небольшими стадами и вели кочевой образ жизни, постоянно перемещаясь по огромной территории. К сожалению, индрикотерии полностью вымерли в конце Олигоцена. Приблизительно в это время в регион их обитания проникли древние слоны, а также крупные хищники – гиеннодонты и амфицианиды, известные также как собака-медведи. Предполагается, что появление новых крупных травоядных могло изменить природный баланс, поставив индрикотериев в условии жёсткой конкуренции за пищу. Голод и угрозы со стороны новых обитателей азиатских степей постепенно привели травоядных великанов к полному исчезновению. Также в период с 37,2 до 28,4 миллиона лет тому назад на Земле в изобилии обитали крупные хищники – энтеладоны. Останки этих существ были найдены повсеместно по всей Евразии. Будучи непарнокопытными, энтеладоны напоминали внешним видом диких свиней, хотя эволюционно эти существа ближе к бегемотам или даже к китообразным. Эти животные достигали двух метров в высоту, а массы превышали тонну. Метровая голова имела огромную пасть, усеянную богатым набором зубов, как острыми резцами и длинными клыками, так и широкими плоскими коренными зубами. Скорее всего, энтеладоны были всеядными существами с уклоном в хищничество. Несмотря на свои габариты, они при необходимости могли развивать достаточно высокую скорость, поэтому убежать от такого монстра было нелегко. Дикий кабан размером с крупного быка, предпочитающий питаться мясом, представлял серьёзную угрозу для любого обитателя Земли того времени. Поэтому неудивительно, что энтеладоны успешно боролись за выживание в течение столь долгого времени. Следующим периодом в истории Земли стал неоген. Он начался приблизительно 23 миллиона лет назад, а закончился всего лишь 2 миллиона 580 тысяч лет назад. В этот промежуток времени наша планета обрела вид практически неотличимый от нынешнего. Материки заняли современное положение на поверхности планеты, а большая часть животных и растений стала похожа на привычные нам виды. Климат Земли постепенно становился всё более засушливым и холодным, полярные шапки постепенно росли, а конец периода ознаменовался глобальным оледенением. В это время нашу планету населяло множество удивительных существ. В глубине океанских вод на морских обитателей наводил ужас мегалодон – гигантская акула, достигавшая 15 метров в длину и имевшая массу до 35 тонн. На суше можно было встретить разнообразных гамфотериев – родственников современных слонов. Отличительной особенностью многих из них были 4 мощных бивня, а размеры могли как превышать габариты современного африканского слона, так и быть совсем небольшими. Около 2,5 миллионов лет назад начался антропоген – последний на настоящий момент геологический период в истории Земли. Он ознаменовался появлением и развитием человека разумного, а также его древних предков. Например, в период от 1 миллиона до 100 тысяч лет назад жил гигантопитек – один из известных науке видов огромных человекообразных обезьян. Их рост составлял от 3 до 4 метров, а масса превышала 500 килограммов. Эти создания обитали на территории Азии и состояли в близком родстве с современными орангутанами. Очевидно, что с такой массой гигантопитеки не могли лазать по деревьям, как иные человекообразные обезьяны. Однако известно, что часть их популяции обитала в горах, устраивая убежище в естественных гротах и расселинах. Предполагается, что в их основной рацион входил бамбук, однако в логовых гигантопитеков также были обнаружены кости травоядных животных со следами зубов. На основании этих находок можно предположить, что данные существа не брезговали мясной пищей и были как минимум всеядными. Строение скелета гигантопитека близко к скелету гориллы, из чего следует, что они, вероятнее всего, передвигались на четырёх конечностях. Также эти человекообразные обезьяны имели относительно большой объём мозга, а значит, могли обладать сравнительно высоким интеллектом и, возможно, даже были способны создавать примитивные орудия труда. К сожалению, численность этих поражающих воображений великанов резко сократилась с распространением по земле древних предков современного человека, и приблизительно 100-300 тысяч лет назад они окончательно вымерли. Кроме того, останков гигантопитеков найдено слишком мало, что значительно затрудняет их исследование. Распространяясь по земле, примитивные человеческие племена уничтожили немало других существ. К числу таких жертв можно отнести Мегатерия. Гигантопитеков был воистину впечатляющим зрелищем. Имея массу до 4 тонн, а длинный, но неповоротливый гигант оказался беззащитен против острых копий и стрел. И вскоре его популяция сократилась до нуля. Другими великанами, предположительно исчезнувшими с лица земли по вине человека, стали дипротодоны, обитавшие на территории Австралии в период с 1,6 миллиона до приблизительно 40 тысяч лет назад. Это были крупнейшие известные сумчатые животные, родственные вамбатам и коалам. Некоторые особи этих удивительных созданий достигали 3 метров в длину и 2 метров в холке, а их масса составляла около 3 тонн. Таким образом, размерами дипротодоны не уступали некоторым гиппопотамам. Это были массивные травоядные существа, населяющие редколесье и прибрежные травянистые равнины, которыми изобиловала Австралия до прихода туда людей. Исчезновение сумчатых гигантов совпадает по времени с проникновением на материк первобытных человеческих племен. Однако некоторые ученые предполагают, что главной причиной их вымирания могла стать не охота, а аномалия магнитного поля Земли, совпавшая по времени с локальным снижением температуры. Повышенный радиационный фон в совокупности с похолоданием замедлили рост растений, что вызвало голод среди травоядных. А столкновение с людьми лишь завершило трагедию. Последняя эпоха антропогена, Голоцен, ознаменовалась бурным развитием человеческой цивилизации, в результате которой Homo sapiens распространился по всей Земле и занял господствующее положение среди прочих обитателей нашей планеты. Обратной стороной этого развития стало множество техногенных катастроф и необратимые изменения в биологическом равновесии. Например, деятельность человека стала одной из причин того, что концентрация парниковых газов в атмосфере Земли повышается с каждым годом. Это может привести к глобальным негативным последствиям для всех обитателей нашей планеты. К сожалению, удивительных животных, населяющих Землю, становится все меньше с каждым годом. И в особенности печально осознавать то, что причиной их гибели порой становится человеческая глупость или жадность. Неумеренная охота, безответственное землепользование и наплевательское отношение к окружающей среде уже привели к тому, что ученые фиксируют новое, шестое великое вымирание видов, тяжесть последствий которого потенциально не уступает предыдущим пяти. Остановится ли человечество, прежде чем уничтожить само себя? Как много потребуется времени, чтобы наша планета оправилась от последствий технологического прогресса? И создаст ли природа радикально новые формы жизни после преодоления этого кризиса, как это уже случалось ранее? Вряд ли кто-то сможет ответить на эти вопросы. Обсудите данный ролик с друзьями, если вам были близки поднятые в нем темы и поставьте лайк, если он был вам интересен. Ведь мы тратим много времени и сил, чтобы сделать каждый выпуск интересным и познавательным, и ваша поддержка очень важна для нас. И... услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok